Нет, мой последний вопрос. Нет. Я хочу вам это представить. Девилгану, Шахфату, что ослабление... Делайте паузу. Делайте паузу. Позвольте ответить на ваш вопрос. Я хочу констатировать, что это факт, что вы, азербайджане, вошли в армянскую церковь, где находится Армянин. И мы задали вопрос премьер-министру Армении. Я хочу констатировать, что это невозможно представить, что Армянин имел возможность зайти в мероприятие на встречу, где участвует президент Азербайджан. Вы сказали, что весь мир признал геноцид азербайджанцев. Это обыкновенная ложь, потому что даже бывший президент Азербайджана Аяс Маталиба дал интервью газете, независимая газета, российская. И это интервью и сказал, что событие в Луджаву организовала азербайджанская оппозиция, чтобы организовать изменение власти и переворот в Азербайджане. Третий, я сказал, я предложил, если хочу на мере почки, хочу на мере почки. Почему? Я здесь один, вас много. Не беспокойтесь, все нормально. Третий, я предложил в сторону мира президенту Ирхану Алей. Я сказал, я первый лидер Армении, который заявил, что любое решение Нагорно-Карабахской проблемы должно быть приемлемо для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха, для народа Азербайджана. Я предлагаю, что президент Азербайджана сделает такое же заявление, потому что это главная формула и платформа для мира, для стабильности в нашем мире. Третий, в 1988 году парламент, тогда назывался Верховный Совет, на автономной области Нагорного Карабаха использовать свое законное право на самоопределение. И после этого власти Азербайджана предприняли силовые попытки, чтобы взять законные права у Верховного Совета Нагорного Карабаха, после этого, как Азербайджан объявил о своей независимости от Советского Союза, так и Нагорный Карабах заявил о своем независимости от Азербайджана. И как Азербайджан стал независимым государством, так и Нагорный Карабах стал независимым государством, законным. Третий, после этого Азербайджан начал агрессию против народа Нагорного Карабаха. Вот вы говорили про Шушу, а из Шуши ежедневно бомбили мирное население Степана Герна, ежедневно бомбили детей, бомбили женщин. И народ Нагорного Карабаха принял правильное решение, и он организовал самооборону. Я горжусь народом Нагорного Карабаха, что он сумел защитить себя. И те агрессивные выпады, которые организовали азербайджанцы, они, та ситуация, они поняли, что нельзя говорить с силой, с народом Нагорного Карабаха, и я надеюсь, что были сделаны соответствующие выходы, и президент Азербайджана примет мое предложение и сделает заявление о том, что любое решение Нагорного Карабахского конфликта должно быть приемлемо для народа Армения, для народа Нагорного Карабаха для народа Азербайджана. Азербайджан, директор Азербайджан. taking abush